Всем привет, с вами, как всегда, Ростиксон, и в это неспокойное время я расскажу вам, как зарегистрировать свой аккаунт на бирже Gate.io, а также расскажу о том, как обезопасить свои активы от санкций. Да, я немного повторюсь, но зато вы услышите, как обезопасить свои активы и некоторые интересные вещи о Gate.io, о которых я еще не говорил. Первым делом заходим на самую биржу Gate.io, ссылка будет в описании, и проходим по реферальной ссылке, и уже на начальном этапе мы будем получать максимальную скидку на комиссию, а именно 20%. Вводим свою почту, на которой вскоре придет код для подтверждения аккаунта, и пароль, после вводим код с почты, в правом верхнем углу меняем язык на русский, и после входим в свой профиль аккаунта. Нажимаем на идентификацию и безопасность, проходим KYC, и подключаем туфакторную аутентификацию, а также привязываем свою почту и номер телефона для максимальной безопасности вашего аккаунта. А теперь, как обезопасить свои средства от санкций. В связи с сегодняшними событиями, о которых я думаю все уже знают, самым безопасным хранение токенов, это хранение своих токенов на холодных кошельках. Поскольку токен USDT принадлежит компании Tether, которая может блокировать кошельки пользователей, на которых лежит данный токен, если такие запросы будут поступать от США, то в данном случае лучшим вариантом будет перевести токены USDT в другие криптоактивы, такие как биткоин, эфир и тому подобное, но не торопитесь, сейчас я расскажу более подробно. Ведущие южнокорейские криптобиржи уже начали блокировать IP-адреса из России, среди них Абит, Гопакс, Битхамб и Корбит. SEO Coinbase сообщил, что если правительство США обяжет ввести запрет на аккаунте всех россиян, то они это сделают. Это может ударить и по владельцам централизованных стейблкоинов, имеющих функцию заморозки, а это такие стейблкоины, как USDT, USDC, PAX, TrueUSD, BUSD. В общем, не храните ничего в централизованных стейблах, таких как USDT, USDC, ну и других, которых я сказал. Желательно присмотреться в сторону DeFi стейблкоинов, таких как USDT и LIDDAI. Ну вот, это примерно по ситуации, как сделал я. Я вывел более 80% на кошельки, но у меня примерно так всегда и было. Но в этот раз я еще чуть поболее вывел с бирж, ну и храню там спокойно себе в биткоинах, эфире, ну и немного USDT у меня лежит, такс. А теперь, чтобы посмотреть свои актуальные ставки на комиссии, нужно навести на иконку профиля и нажать на кнопку «Мои ставки». Здесь у вас отображается текущая комиссия для мейкера и текера. Мейкеры – это тот, кто создает ликвидность на рынке, то есть кто выставляет ордера на покупку или же на продажу свои токены за свою выставочную цену. А текер – это тот, кто покупает или продает токены сразу по рыночной цене. Кстати, знали об этом? Если что, пишите какие-нибудь вопросы в комментариях, особенно по поводу санкций, что вы думаете, заблокируют ли биржи, хранители на биржах, что делаете. Например, я сказал, что, по-моему, лучше вывести на кошельки. И только определенные монеты, как я сказал, а то USDT и USDT могут вообще заблокировать. Кстати, у меня есть свой телеграм-канал, где я ежедневно публикую новости из криптомира и просто делюсь своими мыслями, а также рассказываю интересные истории. Например, до этого я еще увидел там аирдроп случайный, что можно получить 100% аирдроп. Поделился со всеми и сам поучаствовал в нем, поэтому заходи в телеграм, там много всего полезного и смешного. Такс, а теперь давайте рассмотрим снижение комиссии за счет оплаты токенами GT. Если у вас есть на аккаунте токены GT и мы нажмем на этот ползунок, то после этого будет уплачиваться комиссия в GT токенах. Таким образом, мы получаем 25% скидку от нашей текущей комиссии. Теперь мы разберем VIP статус и как его получить. То есть, при получении определенных VIP статусов будет также снизаться комиссия. Внизу мы найдем таблицу всех VIP статусов, где расписаны условия для получения того или иного статуса. Например, возьмем VIP 1. Чтобы получить VIP 1, нужно выполнить одно из трех условий. Первое, это 30-дневный объем торговли превышает 1,5 биткоина. На секундочку, это 7,5 миллионов рублей. Ну, я считаю, для трейдера это не так уж и много. И на вашем аккаунте также должны храниться 20 токенов GT. Второе, это просто на вашем аккаунте должны храниться 100 токенов GT. Третье, это хранение 0,05 биткоина. Самый лучший вариант, по-моему, это хранение GT. Кстати, обзор на этот токен вы можете найти у меня на канале, где я подробно о нем рассказал. Спасибо большое, Гейт Айос, за поддержку канала. А также не забывайте регистрируйтесь по моей ссылке в описании. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, там много всего интересного, полезного. В общем, там много моих мыслей. И скажите, что вы думаете по поводу того, что санкции будут ли морозить крипту, USDT. В общем, расскажите. Кстати, кто-нибудь еще помнит о криптоанархизме? А то, мне кажется, все уже начали забывать, зачем была придумана крипта. Так давайте напомним новичкам.